Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. В прошлом видео я вам показала, как организовала свои образцы пряжи в этой красивой белой ажурной резной шкатулке. Если вы это видео пропустили, то ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. А сегодня хочу вам показать, какие рукодельные покупки я сделала и для творчества, и для вязания, и для организации рукоделия. Если вам эта тема интересна, тогда оставайтесь со мной. Да, в этом видео будет много чего мятного. Как и где храню свои крючки и спицы? Самые длинные спицы я храню в вязаной ракушке из трикотажного шнура. Эту ракушку я вязала по бесплатному видео мастер-классу Анны Сахно. Я думаю, что многие видели этот мастер-класс и все желающие давно связали себе такие ракушки. Я ее приспособила для своих длинных спиц. Этими спицами я вяжу не часто. Честно скажу, даже не помню, когда последний раз вязала. Но хранить-то их где-то надо. И как раз в этой красивой ракушке мне пришла идея хранить свои спицы в своем рукодельном уголке. А спицы на леске я храню в этом органайзере. Его я купила совсем недавно. И честно скажу, это не совсем то, что я ожидала. Разумеется, вины магазина в этом нет. Виновата сама. Невнимательно прочитала описание. Между прочим, там на сайте, в этом магазине, было еще видеообзор этого органайзера. Но я поторопилась, не посмотрела, не увидела. В общем, когда он ко мне пришел, я немножко даже и расстроилась. Обложка выполнена красиво, в мятном цвете, с вышивкой. Это не рисунок. Красиво все сделано. Но, на мой взгляд, не очень функциональный. Органайзер состоит из нескольких кармашков. Кармашки тоже сделаны из такой ткани. Мне кажется, не очень прочной. Покажу поближе. Все строчки аккуратные. Никаких претензий нет. Но, не знаю, насколько удобно мне будет хранить в нем свои спицы. Хотя спицы у меня пока немного. Не буду придираться. Я сначала их ставила наоборот, острием вниз. Разумеется, тут все попрокалывала. Потом посмотрела видеообзор. Оказывается, их нужно складывать вот так. Как вы видите, они, конечно, выглядывают по краям. Вот так. Сколько я не смотрела этих разных органайзеров. И от Нитпро, Ади, Прим. Все вот эти фирмы, которые занимаются производством спиц, крючков. Ничего красивого, подходящего для себя не нашла. А здесь, разумеется, меня подкупил вот этот мятный цвет. Мне не хватает вот здесь какой-нибудь кнопочки, чтобы вот эта книжечка не раскрывалась. Пускай даже вот эти спицы вот так по краям торчат чуть-чуть. Но вот кнопки не хватает. Сразу уточню, что никаких претензий к магазину у меня нет. Потому что очень быстро мне отправили в жесткой коробочке. В начале, когда я ее получила, я подумала, что она пустая. Потому что органайзер очень легкий. Конечно, смотрите не только на картинку, но и внимательно читайте все описание. В последнем кармашке я сложила вот эти булавки от Нитпро. Красивые цветные. И иголки. Пока даже еще не распечатывала. Смотрела в разных магазинах органайзеры. И знаете, вот ничего такого привлекательного в нежных красивых цветах и при этом функционального я не нашла. Наверное, когда-нибудь придется мне самой что-нибудь эдакое сшить. Можно сшить даже вот по этому образцу. Сделать побольше кармашков. И снизу какую-нибудь кнопочку или завязку. Качество исполнения просто на высшем уровне. Единственное, что меня не устраивает, это по функционалу. Но пока у меня спиц немного. Буду хранить их в этом органайзере. Красивая надпись. Все в жизни связано. На столе у меня стоит вот такая корзиночка. На бирочке подписаны крючки. Но здесь у меня и крючки, и спицы. Спицы чулочные. Они у меня так и лежат. В отдельной упаковочке. В этой корзинке лежат у меня еще вот такие красивые крючки. Нежные цвета. Но ими я не вяжу. Покупала их просто для красивых фотографий. Даже не пробовала ими вязать. Насколько это удобно. Мне кажется, не очень. Покупала их на Алиэкспресс. Прям таким вот наборчиком. Но еще раз повторюсь, что вязать такими крючками длинными, мне кажется, будет не очень удобно. Потому что сама ручка тяжеловата. Но вот так для красоты на фотографиях с клубочками, вязанием очень красиво смотрится. Вот в такой пластиковой колбочке органайзере, даже не знаю, для рукоделия он или для чего-то еще, у меня хранятся вот такие железные крючки. Это простые крючки. Есть совсем новенькие. Разные номера. 1,25, 1,75, единичка. Даже есть 0,5. Но таким крючком я еще не вязала. В общем, храню в таком органайзере отдельно. А в этом пенале, который я тоже покупала в фикс прайсе, в мятном цвете, хранятся все остальные крючки. Вот их сколько. Разные крючки и больше, и меньше. Иглы с большим ушком. Даже вот такой крючок у меня есть. Старенький. Даже не помню, что я им вязала. Вот это набор крючков из фикс прайса. Покупала за 99 рублей. Здесь не помню, сколько в наборе. По-моему, штук 6. Кстати, оказались даже очень неплохие крючки. Я вначале думала, что вот эта краска вся слезет. Нет, держится. Купила еще вот такие крючки с ручкой. Тоже большие, чтобы вязать трикотажную пряжу. Но не знаю. Железным как-то привычнее было. Здесь нет никаких кармашков в этом пенале. Никаких отделений. Открыл и сразу все видно. Купила я еще несколько крючков новеньких. Но их вам покажу, когда буду показывать уже все свои рукодельные покупки. И вот так у меня и хранятся и крючки, и спицы на леске. Перехожу к своим рукодельным покупкам. И сначала покажу органайзеры. Посмотрите, сколько я разных коробочек органайзеров себе купила. Покупала их в Альбересе. Разумеется, меня привлек этот мятно-бирюзовый цвет. Купила вот такой небольшой органайзер. Этикетку я уже отклеила. Осталось отклеить вот эту липучую часть. Крутится. Такой маленький я взяла для того, чтобы разложить туда стеклянные глазки для игрушек. У меня их не очень много. И как раз вот в такую коробочку я и сложу. Другой органайзер. Это органайзер для шпулек. Для шитья. Прозрачная крышка пластиковая. Я думаю, что так будет удобнее хранить шпульки, намотать разные цвета ниточек и хранить в такой коробочке. Хорошо закрывается. На этикетке покажу размер коробочки. А то у меня эти шпульки где только не лежат. Шью я не так уж и часто. Но иногда надо и приходится искать эти шпульки. А так они у меня будут все в одном месте. В такой симпатичной коробочке. Еще одна коробочка органайзер. Покажу ее размер. 12 ячеек. Прозрачная крышка. Здесь ячейки не передвигаются. Коробочка достаточно глубокая. Мне кажется, в ней можно даже хранить вот эти шпули для образцов пряжи. Сейчас примерю. Нет, не очень хорошо подходит эта коробочка для этого дела. Мне кажется, не очень удобно будет их вытаскивать. У меня уже есть органайзер для образцов пряжи. А в эту коробочку сложу какую-нибудь другую мелочевку. Благо, у меня ее много. Так, вот эта коробочка уже побольше. Ее размер. Здесь 21 ячейка. Тоже ячейки стационарные. Не вытягиваются. Глубокие, вместительные. То, что надо. По ценам сказать не могу, потому что просто не помню. Постараюсь найти ссылочки и оставить в описании под своим видео. Еще одна коробочка органайзер. Но она уже не такая глубокая. Размер ее такой же. Здесь 32 ячейки. Все то же самое, только ячейки побольше и они не такие глубокие. В магазине я еще видела и другие коробочки. Побольше, поменьше. Я выбрала только те, что мне, как я думаю, пригодятся. Есть коробочки специально для ниток. Не такая низкая, как для шпулек. Она повыше и, по-моему, даже пошире, повместительней. Но свои нитки я храню по-другому. В одном из своих видео я также вам показывала. А храню я их в баночках для сыпучего, которые покупала в магазине FixPrice. Вот в таких баночках. Разложила все по цветам. По высоте просто идеально подходит. Сверху сделала вот такую бирочку. Использовала всю ту же салфетку из вискозы и кружева. Смотрится очень красиво, нежно. Разложила все ниточки по цветам. У меня в столе выдвижной ящик. И как раз вот эти баночки идеально подходят по высоте. Шью я, конечно, немного и нечасто. Но нитки нужны. На моем канале есть видео. Как раз я показывала, как вот это все организовывала. Если интересно, то ссылочку на него я также оставлю в описании под этим видео. Можете пройти, посмотреть, вдохновиться и поорганизовывать что-нибудь у себя дома в рукоделии. Сама я очень люблю смотреть подобного рода видео. Поэтому, если вам интересно, то, пожалуйста, проходите и смотрите. Коробочки у меня пока пустые. Предстоит мне еще большая работа. Перебрать все свое рукоделие. Посмотреть, что нужно, что не нужно. Но, скорее всего, мне все нужно. Хомяк мой не даст что-то выбросить. У меня есть вот такие старые коробки-органайзеры. Но мне захотелось их сменить. Во-первых, мне не нравится цвет такой синий. Они уже старенькие, потертые. Здесь у меня хранятся глазки, бусинки, полубусинки, какие-то носы, губы. Даже вот такие морковки. Надо хоть одного снеговика связать с такой морковкой. Раньше использовала вот такие глазки. Но мне сейчас они не очень нравятся. Как-то простовато смотрятся. Вот как раз буду перебирать из этих коробок. Но их выкидывать не буду. У меня муж уже на них глаз навострил. Так что как раз сложу свои рукодельные штучки. Свои новые бирюзово-мятные коробочки. А ему для гаечек, болтиков, шурупчиков, гвоздиков подойдут и такие коробочки. Что хорошо, в этих коробках вот эти ячейки можно перемещать, убирать. В этих же коробках-органайзерах здесь ячейки не передвинешь. Но ничего, зато они красивые. И идеально подходят в мой рукодельный уголок. Там же в Айлбересе увидела вот такой чехол для швейной машинки. Смотрела я на него несколько месяцев. Читала и отзывы, комментарии. Да, он тонковат. Конечно, на фото выглядит намного как-то внушительней что ли и прочнее. Но решила больше не мучиться и купить себе такой чехол. Покажу поближе этикетку. Здесь написано, что чехол для швейной машинки. Я так понимаю, что это название машинки. По параметрам этот чехол подходит и для моей машинки. Я уже примерила, посмотрела. И вам покажу на фотографии, как это смотрится. Само полотно такое не очень плотное, просвечивает. Зато смотрите, какое красивое оформление. Я знаю, что вы сейчас подумали. Неужели Лена-то не могла сшить себе такой чехол? Или связать? Хотя, да, знаете, у меня была такая мысль связать чехол. Но тут я увидела в магазине. Разумеется, меня подкупил этот мятный цвет. Я подумала, зачем что-то мне делать, как-то я могу купить уже готовый чехол. Для организации рукоделия я вам показала все. А сейчас покажу, какие другие рукодельные покупки я сделала за последнее время. Купила себе вот такой электронный счетчик рядов. Одевается вот так на пальчик. Фиксируется. Можно на этот палец, можно на другой. И провязывая ряд, нажимаем на кнопочку. И отмечаем каждый провязанный ряд. Пока я еще не пробовала, не использовала. Но думаю, что такой счетчик рядов мне пригодится. Взяла такой мятно-зелененький. Были и другие цвета, продаются и в разных рукодельных магазинах. Я же заказывала этот счетчик рядов в Альбересе. Я думаю, что это полезная вещица. Мягкий метр. Тоже такой бирюзово-мятный. О, какие большие крупные цифры. Тоже покупала его в Альбересе. Смотрите, как здесь интересно. Разные цвета. Удобно смотреть по десяткам. Хранится вот в такой коробочке прозрачной. Удобно. Не размотается. Наконец-то купила себе наперсток. Посмотрите, какой красивый. Сейчас смотрю. Здесь указан размер L. Даже не знала, что они идут по размерам. Ни разу не пользовалась наперстком. Поэтому у меня часто пальцы все исколоты. Особенно, когда собираешь игрушку. Пришиваешь, шиваешь, протыкаешь. Подумала, что наперсток мне все-таки нужен. Заказывала его в интернет-магазине Вайлберес. Красота! Вот такой спариватель швов. От Прим. Тоже у меня не было никогда такой штуки. Использовала маленькие ножнички. Но я думаю, что специальным спаривателем будет удобней. Красивая ручка. Прозрачный колпачок. Спарываю, конечно, я не часто. Распуская. Но иногда, конечно, нужно. Увидела эту красивую штуковину. Решила тоже себе ее приобрести. Так же покупала ее в Вайлбересе. Купила себе вот такие золотистые булавки. Написано, что это безопасные булавки. 23 миллиметра 50 штук. Покупала эти булавки в своем рукодельном магазине. Булавки я использую как маркеры для вязания крючком. Для вязания спицами у меня есть специальные красивые маркеры. А когда я вяжу крючком, предпочитаю использовать булавку. Я знаю, что многие используют контрастную ниточку. Но как-то с булавкой мне удобнее. Коробочку я уже вскрыла. Вытащила булавочку. Но надо будет переложить как раз в эти коробки органайзеры. Потому что так хранить нельзя. Все порастеряю. И купила еще вот такие булавки. Они цветные. Написано, что в наборе 50 штук. Коробочку я не вскрывала. Давайте посмотрим их поближе. Вот такие цветные маленькие булавочки в этом наборе. Также их взяла, чтобы использовать в качестве маркеров при вязании крючком. Булавок теперь у меня очень много. Эти булавки я покупала в рукодельном магазине своего города. Маркеры в форме носочков. Купила несколько штук. Производитель Ади. Вот так он цепляется. Фиксируется. Забавные такие маркеры. Буду вязать носки и их использовать. Купила еще вот такие фиксаторы. По-моему, так они называются. На этикетке по-русски ничего не написано. По-моему, они так и называются. Фиксаторы. Стоят, конечно, они немало. Но я решила все-таки себе приобрести. В наборе две штуки. Один побольше, другой поменьше. Производитель предлагает их использовать для того, чтобы вот так одевать их на спицы. Фиксировать и вязание со спиц никуда не убежит, не распустится. Для тонких спиц и для спиц потолще. Фиксаторы в форме сердечек. Продаются во многих рукодельных магазинах. Также я видела их и в Альбрисе. Купила глазки. Это пластиковые глазки. И продаются они по две штучки. Диаметр 1,4 сантиметра. Что-то похожее я покупала когда-то на Алиэкспресс. Понравились мне вот такие глазки. Конечно, на Алиэкспресс их можно заказать намного дешевле. Но ждать их, конечно, придется месяц. Это минимум. Бывает два и даже три месяца. Поэтому я решила все-таки сразу себе купить их. И покупала я их в рукодельном магазине своего города. Особенно мне понравились вот эти глазки. Такие интересные. Купила вот такую пластиковую линейку для определения размера спиц. У меня есть старые спицы, где не указаны номера. Как раз вот такая линейка мне и нужна. Стоила она совсем недорого. Не помню сколько. Покупала здесь у себя в городе. Совсем недавно в своих рукодельных покупках я вам показывала, какой красивый набор спиц от Нитпро. Разноцветных. Я недавно приобрела. И решила, что хочу попробовать. И крючки от Нитпро. Тоже вот такие цветные. Каждый номер имеет свой цвет. Но купила не все номера, а такие. Более-менее ходовые. Два с половиной. Три. Два двадцать пять. И четыре. Попробовала уже вязать. Но не скажу, что мне было очень удобно. Вроде бы крючок тоненький. Все как я люблю. Но вязать мне было не очень удобно. Но возможно маленьким номером. А при вязании более крупным крючком. Заказывала эти крючки в Альберисе. Мне нравится этот интернет-магазин. Потому что приходит все через день-два максимум. И как хорошо, что там продается много чего для рукоделия. И крючки, и спицы, и пряжа. Правда там пряжа продается упаковками. В моем случае, конечно, это не очень удобно. Еще один крючок от Нитпро. Номер 1.25. Ходовой. Таким крючком я вяжу свои игрушки. Только этот крючок уже на ручке. Но ручка небольшая. Пока еще не пробовала вязать. Решила попробовать разные крючки этого номера. И на удивление нашла еще вот такой крючок. Тоже от Нитпро. Для сравнения покажу вам мой старый крючок. Уже потертый. И в принципе, он ничем не отличается от Нитпро. Ни ручка его, ни сам крючок. Но когда я попробовала вязать вот этим крючком от Нитпро, разница все-таки есть. Держать и вязать этим крючком от Нитпро мне понравилось больше. Разница чувствуется в самом металле. Или это покрытие, я не знаю. Но держать его намного приятнее. Пряжа хорошо скользит. При вязании не скрипит. Но честно скажу, что и этим крючком у меня не скрипел даже акрил. Когда я покупала совсем новый крючок, поскрипывала. А потом, видимо, как-то обтирался. И все, переставал скрипеть. Акрил я пока еще не вязала. Вязала джинс и вязала из хлопка свои салфеточки. Очень приятно вяжется. Еще одна покупка для рукоделия. Вернее, для организации. Решила завести себе тетрадь. Вот такую на кольцах. Я пока еще ее не распаковывала. 120 листов. Разумеется, в мятном цвете. Купила еще дополнительный блок листов. В такой нежной расцветке. И решила завести эту тетрадь не для описаний. Описание записываю в черновички. В таких обычных тетрадках. Там я не стараюсь писать красиво. Потому что все равно потом или снимаю видео мастер-класс. Если этот мастер-класс в PDF формате, то набираю в компьютере. А тетрадь я решила завести для того, чтобы записывать информацию о своих связанных изделиях. Одежда. Из одежды я вяжу шапки, варежки, носки. Не знаю, может быть когда-нибудь дойдет дело и до плечевых изделий. Но пока загадывать не буду. Игрушки, салфетки, элементы декора. Хочу записывать для себя, какую пряжу я использовала при вязании. Номера цветов. Номер крючка. Номер спиц. Возможно какие-то небольшие схемы. Расход. Название и автор мастер-класса. Если буду вязать по чужому мастер-классу. Эту информацию я хочу записывать не только для себя. Хотя она мне тоже очень нужна. При случае, если вдруг я захочу повторить то или иное изделие. Связать, например, кому-нибудь в подарок. Я открою свою тетрадь. Найду всю необходимую информацию. И спокойно буду вязать. А также и для вас. Потому что вы меня часто спрашиваете. Сколько пряжи. Какая пряжа. Номер цвета. Всю эту информацию я, конечно же, рассказываю в своих видео. Когда показываю свои готовые работы. Поэтому в комментариях я не отвечаю не из-за вредности. А из-за того, что просто не помню эту информацию. Интересно будет ввести такую тетрадь. А в конце года посмотреть, сколько всего я связала. За целый год. Хочу также вклеивать небольшое фото работы. Чтобы был не просто текст, но еще и фотографии. Распечатала свою тетрадь. Здесь она еще в какой-то пленке. Обложка. Это, наверное, просто упаковка. Мотивирующая надпись. Пиши, рисуй, мечтай, создай. Не хватает вяжи. И просто листы в клеточку. Кольца открываются. По своему опыту я уже знаю, что писать прямо здесь. Вот так. Не очень удобно. Я обычно доставала такой листок, заполняла, писала, рисовала там что-то на нем. А потом обратно вставляла. Добавлю в эту тетрадь еще вот такие нежные листочки. Купила еще вот такие пластиковые разделители. Здесь три штуки, три цвета. Взяла два набора. Вот такой цветастый блок листов. Здесь четыре цвета. И еще вот такой. Купала в канцелярском магазине. Купила маленькие конвертики. Тоже планирую их вставлять в тетрадь. Не приклеивать, а просто сделаю дыроколом дырочки. И буду вставлять вот так в кольца. В такой конвертик можно положить связанный образец или образец пряжи или этикетку. Но я думаю, что найду, что туда положить. Выбрала такие мимимишные. С котенком, единорогом и с коалой. Очень люблю разную красивую канцелярию. Но я думаю, если вы смотрите мои видео о покупках из магазина FixPrice, то вы это уже знаете. Ох, не знаю, когда я запомню свою тетрадь. Уже прошло два с половиной месяца. И у меня уже достаточно много готовых работ. Потихоньку эту тетрадь буду заполнять. Очень хочу это сделать, но не знаю. Времени катастрофически не хватает. Покажу вам еще вот такие маленькие милые открыточки рукодельные. Это не календарики, а просто такие открыточки. Все в жизни связано. Какие милые жирафики. Спасибо за заказ. Не знаю, зачем я ее заказала. Потому что на заказ я не вяжу. Греет не шерсть, а любовь вязавшего. Можно связать какой-нибудь подарочек и положить такую открыточку. Список дел на сегодня. Вязать, вязать, вязать. Да, очень бы мне хотелось. Но почему-то кроме вязания в этом списке еще много всяких разных дел. К сожалению, об этом можно только мечтать. Позаполняла я свои коробочки. Вот эту маленькую круглую шкатулку решила сложить. Маленькие пуговки по цветам. Хотела сложить глазки, но они у меня все не вместились. Раскладывала эти пуговки и вспомнила сказку про Золушку. Не знаю, сколько времени мне ушло, чтобы все это перебрать. Такой органайзер мне понравился. Решила заказать еще один. Купленную мелочевку сложила вот в такой органайзер. Его я купила уже давно в магазине FixPrice за 55 рублей. Верхняя часть коробочки поднимается. Сюда я положила запасные шпули. Органайзер для шпулек тоже заполнен. Перематывала ниточки, наверное, часа полтора. Зато смотрите, как красиво теперь все смотрится. В шпуле по высоте помещаются два ряда. Очень удобно и красиво. В глубокий органайзер сложила свои пайетки. Пайетками я не часто пользуюсь, но иногда для украшения они мне нужны. Здесь у меня и бабочки, и листики, и цветочки. Даже есть ракушки. Решила приспособить этот органайзер для пайеток. В органайзер, где побольше ячеек, разложила свои красивые декоративные пуговки. В сущности я просто переложила из синего некрасивого органайзера все сюда, в новую мятную коробочку. В такой же органайзер по размеру, но чуть-чуть пониже, сложила все глазки. Разложила и по цветам, по размерам. Разные у меня глазки, и бусины, и полубусины, и стеклянные, и пластиковые. Здесь же и носы, клювики, губки. Оказывается, у меня есть еще вот такие очки. Так что полезно перебирать все свои рукодельные запасы. Есть глазки и на ножках, но ими я пока не пользуюсь. Свою рукодельную тетрадь, конечно же, я еще не заполнила. Но зато разложила листочки. Приклеила на обложку конвертики. Все-таки идея проколоть дыроколом у меня не увенчалась успехом. Оказывается, вот это расстояние не такое, как у меня в дыроколе. Так что два конверта я просто испортила. Поэтому решила просто приклеить на обложку. С одной стороны. И с другой. Вставила красивые листочки, разделители. Разделители еще нужно подписать, чтобы было видно, что и где у меня написано. Вот здесь как раз сбоку и подпишу. Листочки в клеточку я также оставила для того, чтобы на них рисовать схему вязания. Если она есть. А на этих в линию буду заполнять и писать информацию о вязаном изделии. Вот и все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. В кадре вы видели также вот эту корзиночку с пряжей. Красивая пряжа Ализабелла Ботик. Но об этом и другой пряже я расскажу, наверное, уже в отдельном видео. Которое выйдет чуть-чуть попозже. Если вам было со мной сегодня интересно. Какая-то информация была полезна. Может быть, что-то для себя вы взяли на заметку. То поддержите мое видео пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, как вы организовываете свое рукоделие. И вообще, тратите ли на это время. Или вам достаточно все сложить в какую-нибудь коробку, корзинку, убрать в шкаф. И об этом даже не думать. Я же очень люблю наводить порядок. Все организовывать в своем рукоделии. Ссылочки на все покупки, которые я делала в интернет-магазинах, оставлю в описании под этим видео. Поэтому, если вам что-то приглянулось, понравилось, то можете зайти по этой ссылке, посмотреть. Внимательно почитайте информацию о товаре. И только потом уже заказывайте. Сейчас я с вами буду прощаться. Но говорю, до скорой встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»